Приветствую вас. Всё, пока упирается в то, что вы как-то вот проецируете своё желание на этого человека. То есть вы его увидели, у вас сколочнулись какие-то вот прежние чувства, которые были к нему, возможно, не завершённые, возможно, что-то ещё. И, поскольку вы одна, поскольку вам хочется отношений, всё, кстати, вполне естественно и нормально, вот, то вы, естественно, начинаете думать об этом человеке, вот. То есть вы начинаете думать об этом человеке, вам как-то вот хочется, хочется, чтобы, ну, чтобы он был с вами, да, чтобы вы были с кем-то, точнее, это так правильно сказать, чтобы вы были с кем-то, с кем-то. Вам хочется. Вот. И поэтому вы о нём думаете. То есть вы свои желания, да, свои потребности, вы их по сути вот как бы реализуете вот так через, ну, через мужчин сейчас. Вот. 50, ровно 50 на 50, да, то есть он такой же, каким был, ровно 50 на 50, вот, потому что, может быть, он такой же, может быть, нет. Ключевой момент, который вот прямо, я бы сказал, меня интересует сильнее всего, да, это момент, наверное, такой, почему вы не решаете, если ему позвоните, и вы как бы у нас спрашиваете, как будто бы разрешение прямо, да, то есть вот, как будто вы спрашиваете именно прямо разрешение, позвоните мне или нет. То есть если вы, вам 29 лет, да, то есть вы как бы взрослый человек, вот. И, на мой взгляд, если вы спрашиваете разрешение у нас, то, во-первых, это странно, что это говорит о том, что вы, вероятно, там, например, в себе не уверены, допустим. Вот, или, там, что у вас есть какие-то трудности, да, то есть вы, там, стыдитесь чего-то, да, там, что-то вы считаете, ну, неприемлемым. Вот, значит, ну, для себя, вот, что-то вы считаете неприемлемым. То есть это вот такая история, и, на мой взгляд, как бы, нужно исходить из этого. С другой стороны, если не брать в расчет тот факт, что вы в себе не уверены, не уверены, допустим, что вы хотите что-то проверить. Вот. Вот вы хотите убедиться, хотите, как бы, разрешение. Вот. Но, правда, в том, что вам, вам, взрослому человеку, да, разрешение не нужно. Вот. Правда, в этом заключаю. Что вам не нужно разрешить, взрослому человеку. Абсолютно. Абсолютно. Ну, вот. И, получается, что вы уже что-то для себя решили. Получается. Получается, что вы что-то для себя решили. Получается, что вы что-то для себя уже определили. Теперь просто хотите, как бы, либо подтверждение, там, своей позиции, либо наоборот. Что-то, опять же, как бы, играл вслепую, да. Вот. Что касается, значит, того, что вы не решаетесь ему позвонить, да. С чем это связано. Страх отказа, да, или, может быть, что-то ещё. Вот это вот, ну, не исследовать, ну, не исследовать. Чего именно вы боитесь, ну, не исследовать, чего именно вы опасаетесь. Вот. Если какие-то страхи, то они, к правилам, родом из детства, соответственно, соответственно, с ними нужно работать. Со страхами, да, с переживаниями. Вот. По поводу ответа, да, то есть, по поводу ответа на ваш вопрос, стоит ли писать, звонить. Смотрите, если у вас никаких ожиданий, нет, не будет, да. То есть, вы просто сходите, ну, вот, человек, как бы, не чужой, да, вы хотите узнать у него, как у него вообще дела, да, и так далее. Вот. Если вы не будете ничего от него ждать, то, конечно, позвоните, напишите. В этом нет никаких проблем. Если вы знаете, что вы будете чего-то ждать от него, да, то, наверное, написать на них не стоит, потому что будет разочарование. Вот. Вот. Ну, судя по тому, что он вам звонит, эээ, судя по тому, что он вам снится, точнее, снится там, я полагаю, что все же у вас есть какие-то ожидания. Вот. Поэтому, наверное, всё-таки не стоит, наверное, сперва разобраться с тем, что вы ходите, тогда уже будет более понятно, в каком контексте он вам нужен. Мужчина. Эээ, не совсем понятно, что значит, вы сменили регион жизни. То есть, эээ, не очень понятно, что вы имеете в виду. Вот. Эээ, тут надо будет уточнить. Вот. А что важно, что важно, необходимо разобрать причины, развода. Это, во-первых, травмирующий момент. Во-вторых, эээ, те ошибки, которые привели к разводу, точнее, те действия, которые привели к разводу, они, ээ, могут повториться, ээ, в новых отношениях. Вот. Эээ, эээ, это для вас не будет чем-то таким позитивным, это не будет для вас чем-то хорошим. Вот. Поэтому это лучше, лучше это поиследовать и подкорректировать ваше поведение, чтобы не повторяли, эээ, тех ошибок, которые делаете сейчас. Ну, делали, точнее, сейчас. Вот. И понимаете, какая штука, эээ, вот, в совокупности, да, в совокупности, эээ, то, что вы не решаетесь позвонить, то, что у вас работ был мутен, эээ, в совокупности это образует некую такую проблемную сферу, которую нужно решать. Вот. То есть, тут и страх, и тут неверность в себе, и сценарное поведение, и проявление характера, там, где не нужно совсем, да, вот. Все это нужно исследовать, все это нужно изучать. И, происследовав это, проработав это все, можно с уверенностью сказать, что вы, что вы сделаете, эээ, единственный правильный выбор, выбор для себя. Обратите внимание, что, вот, то, что вам 29 лет, вот, оставили на первое место, после приветствия, то есть, возраст на вас, видимо, имеет очень большое значение, вот. Опрац в том, какое, да, опрац в том, какое это значение, что это за значение, что это за значение, что это за значение имеет для вас, вот. Вот. И ваше отношение с ребенком тоже нужно поисследовать. И насколько вы реализованы, насколько вы, вот, эээ, раскрываете свои личные способности, навыки, таланты, и так далее. От этого, тоже довольно, довольно много чего зависит. В том числе и в отношениях с мужчинами, да. Вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, если вам остались вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Желаю вам всего самого доброго, надеюсь, что ситуация разрешится. Удачи!